всем привет дорогие друзья сегодняшнем видео я хочу ответить и разобрать один вопросик многие подписчики и просто те люди которые смотрят мои видео задают мне вопрос можно ли использовать стик один несколько раз подряд ну на что я забегу вперед и отвечу вам сразу что нельзя если с ним с этим стиком ничего не делать по какой причине потому что вы в первой же сессии скажем так вы париваете весь пропитанный глицерин и пропиленгликоль который находился изначально стики вот так стики выглядит то есть вот в руках у меня уже использованный стик и скажем так новый я прошу прощения сразу за свой голос но походу я слегка приболел что-то у меня голос какой-то такой скажем так першит все но надеюсь что это не серьезно через пару деньков я отойду как говорится и так продолжим значит у так выглядит два стика использованы и не использованы что можно сделать со стиками конечно это полнейший бред и я никому в принципе не советую этого делать но я протестировал у меня в принципе все это дело получилось скажем так своеобразный опыт ну и просто так ради интереса нашел я жижу свою старую который пользовался у меня на канале есть видосы про нее свое время она меня то есть устраивала до тех пор пока я себе короче не заработал аллергию от этой жидкости у меня еще целая куча там бутылок 20 что ли осталось пузырьков вернее не значит с ними делать чисто случайно нашел решил протестировать и так что мы делаем некоторые скажем так youtube пестрить такими лайки ну советами и подсказками берем стик hyper и капаем туда жидкость ну капаем так один там обзорщик показывал что якобы нужно снаружи мазать снаружи если будем мазать то наше устройство не не продержится и неделю после таких вещей значит капаем сверху еще можно сделать такую процедуру сейчас я нажму ребят на паузу секундочку и так продолжаем берем скрепку и в серединке стика делаем вот такую вот вещь то есть аккуратненько такая дырочку для того чтобы жижа наша зашла и пропитала весь имеющийся там табак конечно который уже сто раз выгорел так вот смотрите прям буквально пару капель на один стик делая это несколько раз ребят ну скажем так сейчас вы результат увидите есть у меня еще одна жижа она вернее жидкость чуть-чуть по лайтове в плане того также протыкаем делаем скажем так своеобразную своеобразный проход для жижи чтоб лучше пропиталась есть такая же вот жижа у меня этой же фирмы но она чуть-чуть то жидкость короче первая на погуще это пожиже чуть-чуть менее вязка делаем такую же вот процедуру кому не интересно ребят может не смотреть сразу выключать потому что начнется сейчас я объясню почему так не стоит делать это будет в конце видосика так вот прокапали и ждем буквально минутку полторы что все это дело у нас пропиталась можем еще слегонца то есть если вы накапаете слишком много жидкости то она у вас вытечет если мало то эффект не будет никакого вот так ставим и ждем можно еще так покрутить до того чтобы действительно это все дело пропиталась у нас берем свой хайпер как видим он у меня на 75 процентов заряжен вот так вот это выглядит видим табак стал сырой но большой плюс то что наружу ничего не вылезло если вы нальете жидкость наружу то вы загубите устройство и загубьте его моментально высовываем стик как обычно включаем turbo режим вот у нас устройство прогревается скажу сразу экономите вы немного на этом на всем мероприятии но экономия есть так прожжало у нас устройство начнем как говорится попытаемся попарить то есть но даже сразу вкус у меня типа чизкейка какая-то здесь печенка первая затяжка у нас скажем так холостая мало пара стик тот же самый не думайте ничего не менял сейчас мы его надо будет раскурить скажем так то есть из отведенных трех минут где-то полминуты вы его раскуривать и потому что устройству скажем так не хватает чуть-чуть мощности то есть вот уже потихонечку начинает скажем так наваливать все это дело конечно объем пара не такой как в свое время помню был на вейпе но он есть то есть идет обычная затяжка то есть как мы видим уже то есть с каждой затяжкой он все сильнее сильнее начинает парить мы видим то есть использовать стик несколько раз можно но для этого его нужно заправить жидкостью пар не такой густой как от вейпа еще раз повторяюсь но он есть итак плюсы плюсы что можно использовать стик второй раз по факту он у вас является просто скажем так губкой для пропитки минусы минусы то что вы грубо говоря к вам в легкие попадает действительно не пойми что мы так принципе не знаем ни скажем так ни один тест не проведем и точно не знаем что мы в принципе курим в этих стиках повторяюсь то есть но я никого никому не советую скажем так пользуется системой гло но у меня скажем так сложилось свое впечатление вы можете посмотреть в предыдущих моих видосах итак сессия вот закончилась давайте этот же стик вот он этот же стик еще раз попробуем прокрутить на тут на boost режиме итак продолжим значит у нас получается что то что стик у нас вы используете его как губку второе вы быстрее намного испортите свое устройство она у вас будет загрязняться намного быстрее то есть один стик заправленной жидкостью я вот второй раз уже прокручиваю то есть нормально его значит заправил и третье ребят не советую никому так делать почему потому что нет тут экономии ни хрена никакой если вы как говорится это совет для тех пользователей пытаетесь сэкономить то возьмите себе электронку там май джаз закажите в китае полторы тысячи стоит еще чего-нибудь и говорите просто обычную парите вернее жидкость и не заморачивайтесь с этими стиками и всему такому у вас будет тогда экономия а вот это вот складывать стики там старые или еще что-то там некоторые пишут вот там я вставляю стики чтобы их заправить потом это все бред да не надо покупать вообще а и ну не айкос не глотом не плум ничего берите тогда себе электронную сигарету ну вы возьмите все и парте ходите то есть сколько хотите тогда у вас будет скажем так экономия а вот эти вот махинации непонятные заправлять стики еще что-то там с ними делать это я вам не советую этого делать так что ребят спасибо вам за просмотр я вам в принципе что хотел сказал доказал что стики можно использовать несколько раз но этого это делать я не советую если вы перешли на эту систему нагревания табака то используйте ее так как советует вам изготовитель вот я в принципе один стик уже вторую сессию докуриваю он у меня наваливает на во рту я не знаю чувство горечи есть так что ребят думайте сами делать вам такую процедуру или не делать вот так вот у нас в итоге потом будет выглядеть стик который мы использовали три раза вот он видим да то что он уже расслаивается с него жижа утекает и вот так выглядит стик который использовали мы один раз то есть понимаете да то что на третий раз уже конкретно начинает гореть бумагой фольга которая есть и все это вы в себя вдыхаете так что это намного вреднее сэкономите вы там какие-то 500 рублей с блока но скажем так вреда нанесете себе намного больше нежели просто будете курить эти стики так спасибо за просмотр ребят видео получилось так чуть чуть длинным извиняюсь можете поставить на ускорение чтобы все это было быстрее просмотреть всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки участвуйте в розыгрыше который проходит у нас на канале разыгрываю я глухай пер приборчик всем спасибо за просмотр пока пока